Дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Я думаю, что тема блогерства и видеоблогерства нас никогда не оставит. Во-первых, надо самим понимать, кто мы такие и надо делать себя лучше, делать мысли чище, понятнее, чтобы те цели, которые мы перед собой ставили, чтобы их достигать. И главное, чтобы для вас, дорогие друзья, зрители моего канала и вообще всех каналов, чтобы было понятнее, что мотивирует людей. Я хочу сказать попунктно то, что, немножко в игровой манере, то, что может мотивировать блогеров, для чего они это делают и что ими движет. Вот, и это не конкретные блогеры. Запомните, любой блогер имеет все эти качества, но они в разной степени в этом блогере есть. Как я уже говорил, самое главное, на мой взгляд, это нести людям пользу. Не вообще, а каждому конкретному человеку, каждую конкретную пользу. Словами песни, первое, что, как бы, хотелось отметить, первая такая волна блогеров. Люди счастливые, которые увидели, которые обольстились Австралией и для этого очень и очень много причин. И которые хотят славы. Славы и влияние над людьми легко добиться, если ты начинаешь их, как бы, мотивировать. Вот, посмотрите, вокруг меня лес, горы, океан, отличная рыбалка, красивая жизнь машины и так далее. Даже если ты сам этого не имеешь. Вот, это напоминает песню, помните, если кто-то помнит, песня про кукол-неваляшек. Мы милашки, куклы-неваляшки, это вот куклы-мотивашки. Улыбающиеся люди, которые показывают красивые вещи и, в принципе, что этих людей обсуждать. Единственное, что очень важно, чтобы эта псевдо-мотивация розовые очки не привели вас к коллапсу. То есть, когда вы недооцените всех сложностей, вы переоцените все плюсы, в итоге вы столкнетесь с реальностью и едете домой. С другой стороны, людям очень хочется посмотреть на ночь, глядя какие-то красивые картинки, какие-то океаны, моря и прочее. И приятных, веселых людей, и, ну, как бы, ничего в этом страшного нет. Я думаю, что это в той или иной степени свойственно любому блогеру в Австралии. Потому что просто страна такая, но невозможно быть совершенно грустным человеком, когда вот здесь живешь. Есть еще люди, про которых, или, скажем так, в человеке, в блогере есть такое качество, как желание, чтобы тебя похвалили. Ну, никто не любит, чтобы его критиковали сильно, хаяли и так далее. Значит, надо себя менять, чтобы вот этого не было. Ну, опять-таки, когда тебя хвалят, вроде как ты идешь правильным направлением. Ну, вот есть такая вот сказочка, девочка с конфеткой, она пела, что кто похвалит меня лучше всех, тот получит большую сладкую конфету. Вот люди, блогеры, очень хотят понравиться. И вы тоже должны понимать, что всегда, когда они ставят свои видеоролики, в том числе и вот этот ролик, который ставлю я, и все мои друзья, оппоненты и прочие люди, которые выходят на YouTube и говорят что-то об Австралии. Все эти люди в какой-то степени хотят понравиться вам. Ну, было бы глупо, если бы люди делали ролики, чтобы они не нравились другим. Ну, тогда непонятно. Вот. Есть еще блогеры и есть еще черта в каждом блогере, которая, по-моему, кто у нас тут пел в мультфильме, по-моему, Кот Леопольд. Я иду и пою обо всем хорошем. То есть, вот человек идет и снимает. Снимает вот то, все, пятое, десятое. С одной стороны, это позитив, с другой стороны, это объективная реальность. Иногда снимается то, о чем человек даже не подозревает, или мы видим то, что этот человек не видит, не обращает внимания. Но это для нас очень важно. Это как документальная съемка. И это, в общем-то, завораживает. И я думаю, что те ребята, которые от меня это просили и, в общем-то, требовали, они правы. Но, опять-таки, в каждом есть своя доля и надо смотреть, 100% это или 0% или какая-то. Ну, не бывает 100 и 0, но какая это доля и что вам конкретно нужно. Есть какая-то такая черта у людей покопаться в себе, пофилософствовать. Обычно такой грустью. Если вы помните, Александр Сергеевич Пушкин, он любил осенние пора, очарование. То есть, грязь, слякать, не хочет ничего делать. Можно зато писать стихи. Чем он зарабатывал? Частично на жизнь, потому что у него была государственная еще работа. На царя-батюшку он работал. Ну, вот такая грусть, тоска меня съедает, одолела молодца. И пошел, пошел философствовать и так далее. Это есть и у меня, и у Игоря, и у Саши, вообще у всех. В той или иной степени. Поэтому вы просто должны понимать. Иногда у людей есть желание покопаться в самих себя, в себе. И, ну, просто примите это к сведению. Самое, что для вас должно быть опасное, и мы, блогеры, должны всегда говорить людям, как мы это делаем. И для чего мы это делаем. То есть, почему нам нужны деньги. Некоторые это достигают с помощью каких-то donations. Некоторые ведут свой бизнес и, соответственно, их канал очень, скажем так, коммерциализированный. Опять-таки, это всегда совмещено. Все вот эти вот, все-все-все вот эти указанные пять, по крайней мере, гораздо больше, качественные, свойственные всем блогерам. Но всегда надо себя сдерживать. Потому что стремление к деньгам, даже у бизнесменов и даже не у бизнесменов, оно иногда нарушает интересы. И очень часто нарушают интересы зрителей, подписчиков. И вы должны просто видеть любого блогера, любой видеоролик, любого блогера сквозь призму вот этих вот пяти точек зрения. Или, скажем так, через пять призм, линз или с пяти точек зрения. И тогда у вас будет такая объемная картинка. Люди не могут жить без денег. У них всегда есть желание заработать. Они должны об этом официально заявлять. И они должны объяснять, какая коммерческая сторона, каким образом они это хотят сделать. Самое мягкое это просто donations. Самое жесткое это бизнес. Что касается моего ролика и вообще моего канала, вы прекрасно понимаете, я оборудовательный агент. С другой стороны, чем больше ты финансово независимый, тем меньше ты на это обращаешь внимание. Чем больше, что имеем, мы не ценим, что имеем, не храним. Но это уж совсем такая крайняя точка зрения. Просто люди не заморачиваются и не ставят в угла то, что они имеют и что их не очень сильно заботят. Так вот, человек, который хочет зарабатывать деньги, у которого их нет, этот человек естественно, или, скажем так, их немного, этот человек будет очень сильно повернут так или иначе. Вот как уже это будет делаться, смотрите сами. Итак, дорогие друзья, я думаю, что я как раз описал вот эти вот пять частей характера видеоблогера. Опять повторяю, все они присутствуют у всех блогеров во всех видеороликах, но разные веса, разная фокусировка. И, соответственно, просто примите к сведению и понимайте, что за каждым видеороликом может что-то стоять и не всегда то, что вам пытаются внушить. Большое спасибо вам за внимание. Я думаю, что это, естественно, не последняя, дай бог, встреча. Какие-то такие роковые слова. Вот. Оставайтесь с нами. Ставьте классы, лайки, дизлайки, если не нравятся. Комментируйте. Активное участие всегда поощряется. Присоединяйтесь к нашему каналу и ко всем группам, фейсбук, социальные сети и так далее, и так далее. И я буду рад вам служить. О, какие красивые слова. Удачи вам. Присоединяйтесь к нашему каналу.